Приветствую вас. Ну, во-первых, сразу хочу сказать, что если вам нужна консультация юриста, насколько можно себя защитить, насколько можно что-то сделать, я думаю, что в этом случае вам имеет смысл обратиться к юристам, они вам помогут именно в этом контексте. С точки зрения психологии вам необходимо, первое, что необходимо сделать, это подумать о том, почему мама ваше. Да? Как себя ведет? С чем связаны такие ее поведенческие модели? Что она хочет доказать вам, может быть, себе и так далее. Это, вообще говоря, очень важный момент, потому что именно с него все началось. Далее. необходимо понять, что если по суду, если по закону ей что-то полагается, то она, скорее всего, это получит. нужно принять. Ага. Спокойно. Спокойно. Спокойно принять. Ну, просто потому что это так. Вот. Далее. Если ваша мама действительно угрожает вам, то тут, конечно, лучше к юристам, может быть, имеет смысл адвоката нанять, если, конечно, есть деньги. Ну, и вообще, там, самостоятельно подать ее в суд и так далее. Все это решается. Нужны консультации юристов по данному запросу. В свою очередь, вам необходимо для себя постараться увидеть, что у вас есть к масштабу. То есть, может, только, вот, обида на нее, например, за то, что она у вас, ну, не была с вами, допустим. Или, может быть, что-то еще. Если обидости не была с вами, и вас именно это задевает, то это можно проработать. Это процесс такой, я бы сказал, не самый короткий, да, но с ним как бы можно что-то сделать. С обидами на маму можно справиться. Это психоаналитическая работа. Если все дело только в имуществе, имущественный процесс, ну, тогда, конечно, все несколько более печально, потому что тут решит вопрос только в суд. Равно как и угрозы ваши в адресе. Ну, угрозы вашей адресе. Вы пишете, что вам сложно себя защитить? Тут тоже момент. А почему сложно себя защитить? То есть, в чем сложно? Ваша мама нанимает бандитов для чего? Опять же. Ну, как-то странно. Вы не считаете, что, значит, нанимает бандитов и звонит милиции, когда она себя, в общем-то, ставит такое довольно двоякое, двойственное, я бы сказал, положение. Вот. Тут нужно понять это. Как психолог пока на данный момент я рекомендую вам проинициировать встречу с ней и, соответственно, попробовать решить все мирным путем. Даже если вы считаете, что это невозможно, даже если есть какие-то обиды, все равно вы взрослые люди и это все, в принципе, вполне решаемо. Вот. Как именно для взрослых, ну, будучи взрослыми людьми, это все вполне решаемо. Надеюсь, в этот момент вам понять. Не забывайте про юристов, они тоже вам могут помочь. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, вот, вы можете написать мне в личку, я вам постараюсь помочь. Вот, как психолог, прошу обратить внимание на это, что именно как психолог, не как юрист. Вот. Ну и, соответственно, желаю вам всего самого доброго и удачи.